надо было ловушку сделать по слишком жесткий и конечно не ожидал ну давай сломал еще один улей наверху летает аж несколько королев ну-ка первый раз вижу в этом моде dreadful seeker дарова народ меня зовут дмитрий мы продолжаем выживать на карте рагнарок с модом гая и модом additional creatures давайте сразу перейдем к стене подписчиков мне все сложнее и сложнее выбрать людей которые попадут на стену подписчиков потому что комментариев пишется много за это моя вам огромная благодарность но в итоге я все равно стараюсь замечать всех и даже если кто-то не попадает в этот выпуск то я записываю эти имена себе в блокнотик и обязательно вставляю их следующий выпуск ну и добавляю тех кого увидел еще сегодня на стену подписчиков попали руслан самохвалов матвей киреев мистер робот ассасин фантик и ути и крипе кьюти спасибо ребята за большое количество комментариев под разными моими видео между сериями я очень много времени посвятил сбора ресурсов камень дерево волокно солома вот волокно мне пришлось собирать вручную потому что у нас нет никого для сбора волокна но ничего страшного и начал строить коробку саму коробку пока что это каркас дома не смотрите что на нем нет окон и дверей потому что ну потому что они появятся пока не знаю где они будут это будет зависимости от того какой будет второй этаж или третий этаж и как она пойдет но такая получилась вот коробочка между двумя скалами мне кажется более менее я думаю что в этот раз мы опять в нордическом таком в скандинавском стиле что-то построим потому что прошлое было современном стиле в этот раз хочется что-то такое уже вернуться опять в старину мы посмотрим как пойдет как она получится очень сильно очень сильно мне помог вот этот жук в переезде в переносе именно вещей и ресурсов из верстака с улицы внутрь по сундукам я его уже прокачал почти шесть тысяч почти шесть тысяч веса жук просто охрененный я вот ни секунды не жалею что я его приручил он мне очень очень сильно помог здесь я в принципе все оставил без изменений мне и так нравится как здесь все происходит единственное что я пещеру волков перенес сюда потому что в итоге я думал что какие-то будут драки с этими волками я ошибался это просто обычный верстачок кладешь сюда тухлое мясо получаешь вот такой вот ресурс перенес муравьев чуть подальше я думаю что впоследствии я все это тоже обнесу такой стеклянной коробочкой просто для красоты потому что парниковый эффект благодаря вам я уже сделал вот она вот это пугало она дает парниковый эффект 450 процентов во все стороны здесь везде 450 процентов парникового эффекта это просто офигенно спасибо всем кто это написал спасибо за подсказку здесь я постарался сделать так чтобы можно было выходить вот на этот каменный балкончик попозже мы как-то его обыграем то что мне очень нравится он такой ровненький здесь обязательно можно что-то придумать обязательно нужно что-то придумать и отсюда тоже такой же выход ну мы это еще как-то обыграем ну и единственное еще что я сделал это поставил сборщик какашек и настроил чтобы он автоматически закидывал какашки в наших жучков и они делают удобрения удобрение я складываю фиомию надо кстати забрать как можно больше сейчас потому что сейчас я занимаюсь защитой базы пока что нет автоматических турели я ставлю по 4 турельки вот таких я знаю что можно на эту на каменную раму она кстати здесь есть поставить очень много но мне очень много не надо и тем более сделал с плюсовский грядки они автоматом становятся вот так воду провел и она не нужна в принципе да да дождь он прекрасно будет смачивать эти грядочки орошать но я решил сделать потому что разработчики часто что-то меняют и я не хочу заморачиваться я сразу сделал как бы и все орошается и орошается это было абсолютно несложно давайте первые грядочки засеем 1 2 3 160 пока что они тут же прорастает потому что условия благоприятные мне кажется что мне в одно лицо на пве карте вот таких вот по 4 штучки в разных углах вот защитных сооружений будет достаточно предостаточно все по 377 аж получилось удобрений я думаю этого должно хватить надолго вот здесь я немножко положил фундаментов такой мини причал сделал как бы удобно из воды заходить потом мы это тоже обыграем пока что вот так я думаю вы уже заметили что появилась топи жарко я просто не мог без нее строить вообще не получается топи жара она просто спасает не по-детски ситуацию со стройкой я всегда приручают топи жару чтобы можно было строить потому что вот так вот она передвигается вперед назад вверх вниз как как хочешь это самое самое по моему мнению удобное существо для строительства и сейчас я покажу вам кое-что еще что я сделал для этого пришлось дождаться ночи и сейчас смотрите сюда оказывается факелы из мода гая горят под водой это для меня было открытие просто ну не знаю дуру решил попробовать поставить один факел под воду и он продолжил гореть я решил почему бы не осветить вот этот вот водный загон и по моему получилось прикольно ночью он вот так вот будет освещаться вообще зашибись следующее чем мы займемся это пойдем и найдем хорошего хэва для медведя потому что у меня на него лежит седло 52 и 6 брони я сделал один тайминг эликсир но я почему-то не хочу на медведями на его тратить я его просто буду носить с собой он не портится медведя мы наверно просто баранинкой приручим ничего страшного мишка нам пригодится для сбора волокна и сбора меда потому что и то и другое медведь собирает просто офигенно лучше всего мишку искать народ здесь вот в еловом лесу потому что там они водятся в больших количествах и возможно даже встретим модовского анкилозавра я пока что видел двоих его бы маленького уровня не знаю повезет нам сегодня нет хотелось бы чтобы повезло потому что металл нам тоже нужен у меня уже вижу первого мишку но это по моему обычный обычных будем забивать чтобы спавнились необычные да это обычно мишка причем маленького уровня кто-то здоровенный смотрите машет крыльями в кустах что это такое нифига себе кто-то в камне за dreadful мантикора 85 заспавнилась в камне давайте забьем ее ой какая она слабенькая она всего лишь 53 бьет да ладно да ладно вообще жесть они такие слабые я не ожидал всего лишь 90 к сожалению давайте его забивать хочу хотя бы 100 плюс смотрите как хорошо он бьет 380 ой ой так забьет меня сейчас так может и забить ух жесткий жесткий что-то мне там легендарная упала 288 бронен у меня лучше не лучше ухты еще одном антикора у них здесь спавн получается да не ожидал до этого я здесь не встречал 135 но выженки их так много что нор не вижу смысла приучать 135 можем найти 145 150 без особого труда ухты а вот их и хэванли до 135 как бы тебя куда-то заманить где никого нет а давай ладно raptor вызовем и потом разберемся так ну что попробуем 135 блин raptor ты чё сумасшедший что ты делаешь 135 мне в принципе подойдет ну-ка и этот raptor так прыгает вообще по бешеному он сам себя может убить придется наверно туда-сюда вот здесь бегать настреливать ну-ка стойко не можешь забраться да это же хорошо достал достал меня 36000 блин я опухну его здесь оглушать но ничего не поделаешь на стыква по ему по моему нет разницы в голову не в голову потому что урон одинаковые да ты опять не можешь подняться у ее смог от засранец блин какой же жесткий а какой же он жесткий вот перекусить да я так понимаю что у него же где-то процентов 70 ушло да ну-ка 25000 нифига себе 70 еще долго по нему стрелять но он уже убегает это хорошо это очень хорошо в обратную сторону поломился по моему аргент на него загруза не есть хорошо отвали да блин отвали все он передумал да я потерял медведя нашел иди-ка сюда дружок на пока нашел там наружу слетела все оглушение они смотрите нормально как же хорошо что вот эти не заступаются офигеть у него статы почти 8000 хп 4700 выносливости веса 2000 это просто монстр какой-то не медведь просто монстр не буду давать ему еду пусть поголодает и мы как раз возле этого улья которые возможно мы достанем если мы обойдем и сверху попробуем его ударить им посмотрим можно достанем может нет в общем то буду ждать не хочу тратить на него тайминг эликсир мне кажется что здесь довольно таки спокойное место и можно приучить без лишних затрат как-то он очень медленно голодает я уже долго здесь тусуюсь он даже 500 голода не набрал но я не знаю поскольку он будет приручаться стоит ли начать сейчас давайте ладно начнем потихонечку посмотрим по 22 процента я думаю что мы сейчас приучиться полностью четыре кусочка надо сожрать еще да еще один и все да нормуль нормуль приручился когда раптора я пожалуй отгоню в сторонку тебя от свистим в раптора положу все что мы добыли на мыли красавчик я надеюсь что он кстати фармит мед может быть такая неожиданность что этот медведь не будет фармить мед это будет тогда жестко это будет жестко так попробуем прям сразу с этого же улья потому что наверно не стоит ему качать урон иначе он будет раздалбывать эти улья ну-ка отвали офигеть вы это видели он я ему ни одного уровня не вкачал он бьет семьсот восемьдесят три да это жесть если я найду двух сто пятидесятых медведей из парю там что получится то из них где где улей а вот он он вот здесь в расщелинке да как вертолет какой-то блин по звуку правой кнопкой нет я разломал улей где-то еще одна до королева здесь вон она а там наверху редкие цветочки или даже в медведи уже есть иногда получается без всяких зелий приручить не уверен что получится ну-ка есть есть получилось они сразу под успокоились до получить пчелины улей ну в общем то если у нас не получится добыть сейчас мед при помощи медведя то ванильным обычным способом я в итоге его все равно да буду так левая правая ну так себя не очень доступная всех просто перебил с такой атакой я медочек ты не добуду здесь ё-моё сломал еще один улей наверху летает аж несколько королев пока на не успел на 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 блин не успел валим 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 вот так вот пытаюсь набегами набегами надо отходить пока спавнятся эти маленькие пчелки миньоны может быть еще смогу сделать несколько ванильных ульев надеюсь что получится так пока то успокаивается пробуем эту здесь на есть еще одна забираем 2 улей шикарно то успокоилась ну кому что успею на на блин нет способ самый наверное на единственный дебильнейший но за неимением гили брони и репеллента мне кажется вообще нормально ну-ка давай есть 3 фу нормально вот кто не знал смотрите вот это хвойный лесочек по моему мнению самое лучшее место для фарма редких цветов они здесь на каждом шагу на каждого прям поляночки пам-пам я практически безостановочно их собираю здесь я просто уже пробежал сейчас покажу сколько я уже собрал 402 и вот они вот они вот они везде они просто везде их надо тупо собирать и все ничего от вас больше не требуется их искать даже не надо а кстати в прошлой серии я показывал вам место где можно фармить и грибы и цветы одновременно да сейчас мы попробуем посмотреть сколько там зафармится именно от цветочков ну-ка мне даже прямо интересно сколько я сейчас соберу а сколько у меня сейчас сейчас у меня 856 вот они вот эти коричневые с них собирается редкий цветок 18 ну немало немало надо сказать вторую кучку соберем еще 100 вообще отлично в итоге я думаю что мне хватит уже на мои какие-то ближайшие потребности сколько у нас там 1133 я думаю точно хватит кремень солома сколько получается 52 пока что хватит хотя можно посмотреть может быть у меня здесь еще есть наркобырия ну-ка до 7000 есть давайте еще сделаем ну-ка 167 вообще хорошо с плюс столик конверт ванила структурой blueprint 100 с плюс то есть вот этот столик конвертирует все в с плюсовская кидаем сюда улей конверт нельзя нельзя ну потому что действительно у него есть отдельный там прям крафта он 50 меда стоит чтобы сделать именно с плюс улей и наверное это было бы немножко нечестного так вот одним цветочком приручить пчелу и конвертировать вас плюсовский а из плюсовский на секундочку напоминаю он гораздо больше приносит меда ну окей давайте тогда поставим пока обычный поста по той схеме по которой собирались есть и 88 везде примерно так положу меня сейчас убьют пчелы это будет жесть они просто меня убивают сколько у меня хп потрачено вообще жестко что у вас по цветочкам почему паразавра ходит и с ним ничего не происходит какого фига вроде бы все настроил ничего не пропустил продолжим наши дела здесь есть вот смотрите-ка еще несколько таких интересных верстачков гая артефакт крафтер здесь вы можете красить артефакта на него надо 25 титанием ангод поститаем титане умных слитков у нас таких сколько 0 по крайней мере в этом верстаке а в этом наверно тоже 0 потому что все в принципе лежит здесь у меня да а где брать титане умные слитки я пока что не знаю есть еще вот такого сумма норгая портал он помогает призывать существ так и нам нужно продвигаться что продвигаться дальше нам нужно делать guardian элемент он делается из тех видов ресурсов которые падают с боссов со шляпников и гая наркотик у нас все есть для крафта гая наркотика потому что это зеленое вещество у нас уже есть на грядках наркобери протухшее мясо получается нам нужно добыть только вот эти вот вещества но окей погнали ка добывать очень хочется кого-нибудь уже создать и посмотреть на что способность существа которые призываются лишь должны быть прям мощная да так ну черепах мобили достаточно пока что на черепах я не обращаю внимание давайте искать кого-нибудь другого это же dreadful сарко какого уровня 55 нет этот демоник демоник сарко 55 уровень наверно слабоват ух ты сикер первый раз вижу первый раз вижу в этом моде dreadful сикер у него не так много оглушения кстати я забыл стрелы а что нам придется вернуться не попадаю небо встрелить в него раза три-четыре голем голем не вовремя интересно он оглушается этот сикер или нет ну ладно спину подержится я думаю я думаю подержится есть он по идее сейчас вырубиться да он вырубился погнали разбираться с големом прости меня спину за то что я тебе так бросил блин мне откинул нормально так не он держится очень хорошо иди-ка сюда дружочек с мы с тобой пообщаемся сикер еще спит я надеюсь что будет спать на голема действует горение поэтому вот мой урон по 136 он особого значения не играет вот сейчас очень плотно выгорает вот видите хп просто падает вниз конкретно я могу один раз бить в несколько секунд и все я буду бить чтобы быстрее забить его готов в спину правда по колено блин в камне ну ладно да ладно слетел раза два вниз надо как-то аккуратно это делать давай 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 сейчас уже проснется блин он спит нет он еще не проснется на уши это что-то там что-то там кушает ему даже особо много не надо интересно зачем он нужен этот сикера ну узнаем наконец-то ё-моё я уж думал не дождусь и можно управлять да ладно у меня свой сикер кстати стикер же по есть стрелять можно нет нельзя но у нас свой сикер на котором можно летать да это вообще жесть так ты за мной потому что я на тебя здесь уже не залезу наверно никак офигеть сикер что он лапами и кусается да ничего вроде больше не делает акты постой пожалуйста я сикера проверю смотрится вообще прикольно вообще нормально ну-ка куснем пожалуй кого-нибудь от марилатопса можно безболезненно куснуть 79 и горения ну в принципе как и все dreadful существа но слабовато слабовато по хп тоже слабовато урона слабовато веса слабовато не очень понятно зачем нужно это существо но возможно она что-то делает или фармит посмотрим пока что отправим его домой 15 гвардиум до до 72 тысячи хп мне кажется что стоит рискнуть я конечно боюсь ну давайте проводим по полторы тысячи а я ее ее что происходит ребята у ее ей меня до дожки оттолкнули что ли или она вон она вон я должен справиться блин меня сильно очень просаживать по хп давай 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 я не вижу попадаю ли я по самой до дожки вроде бы должен она потому что под ноги лезет кто это а это дракон такое доделает буду подлечиваться почаще чтобы не просрать своего спинозавра ну давай до дожка далековато о это что за молнии блин так отбегаем когда дожки но погнали да уж где на вот она подо мной да ребят спинозавр явно не предназначен для таких дел явно вот до гвардиан додо повержен я много всего добыл но это 15 гвардиан додо а это же самые маленькие то ужас просто какой-то это какой-то ужас кого же мне себе приручить чтобы драться вот с такими вот существами может попробовать медведя позвать а спинозавра отправить домой может быть на медведя это будет как-то проще происходить прокачать ему просто хп ну-ка да давайте так и сделаем о маленький джербо вот на нем мы можем попробовать сейчас я почищу хлам всякий поукидываю пока что все в урон хотя надо было хп поднять вот чем плох медведь тем что у него нет вот этой атаки горением нет у него не синего пламени и красного никакого давайте пробовать ладно погнали по 2 500 ну прикольно надо следить только за хп обязательно очень хорошо следить за хп иначе медведь склеится ну довольно быстро он накидывает правой кнопкой мыши поправим здоровья все джербо свалился ну в принципе неплохо даже село какой-то выбили не понял моногарм да ладно моногарм какого фига какого уровня 50 маленький dreadful моногарм он огненный и стреляет морозом да ладно я-то его убью потому что маленький и мне такой не нужен это жестко я его меньше всего ожидал здесь увидеть вот по 2 500 мне нравится с ним драться как-то все быстрее происходит все готово топор легендарный ничего себе два топора легендарных мне почему-то кажется что у нас хватит ресурсов так чтобы скрафтить гвардин элемент блин dragon scales не хватает только чешуйки драконы я так понимаю ну ладно придется идти сейчас искать дракона возьмем наверно велоназавра и отправимся на вулкан 20 то что надо вообще присаживайся о это что такое отвалите хорошо что взяли велик я смотрю дракон вообще присаживаться не собирается хотя бы так есть три чешуи давайте начнем с одного гвардин элемента и кого мы будем наверно крафтить до посмотрим dragon talking infernal cyber и из bear у нас собер ту за нет давайте сделаем льва нам нужно получается два гвардин элемента и 5 наркотиков наркотики делаются не сложно у нас есть грядочка нам нужно 25 зеленых вот этих вот веществ получается да не где у нас есть 30 вот она вот она это добро 25 как раз идеально идеально так и почему я не могу сделать потому что не положил тухляшку еще давайте сделаем 5 не обязательно нужно сделать вот такую вот еще хрень на урон мне посоветовали она хорошо поднимает урон давайте сделаем увеличивает на 15 процентов мили дэм оч вот она следующая уменьшает на 15 процентов получаемый урон этот по моему понижает торпор получаемый это регенерирует стамину а это регенерирует здоровья ну кроме урона я наверно особо не вижу никакого смысла другое что-то делать я надеюсь что мы не зря его делаем и что с одного токена он вызывается ну посмотрим иначе будет это полная лажа там сейчас надо быть 25 и просто что я делал полчаса вообще непонятно крафтинг или blueprinting he will create a портал авто 30 секунд за крича выл бы сама над то есть вы делаете любой чертеж здесь после 30 секунд существо призывается боссы гига 5 гвардин элементов боссы поменьше инфекты до до зараженной додот везде граф гвардин элементы банки и и летучая мышь средние боссы я так понимаю и тиранус какой-то додорекс я этот похож на тирануса дракон и дракончик и ванилка брат маза горилка дракон и мантикора а ну все я понял мы это даже не здесь поставим а выберем какое-то место и сделаем там арену пусть пока стоит здесь а что по поводу тигра ну-ка да он сама ница сразу прирученным вот так вот выглядит и управляется без седла он весь смотрите горит по нему прям огонь ползет по полоскам вообще шикарно сделан он круто пора бы нам уже анкилозавра найти но никак у меня не попадается нормально анкилозавр модовский но не везет мне на него не знаю что с этим поделать так здесь нужно на латинице до сайбера сайбер делаем демоник сайбертус седал надеюсь что не зря что я не выкинул блин душа и что она подойдет на этого сайбертуса да она подходит она подходит увеличим тебе урончик вот сходу кенгуру 396 и горения правой кнопкой ой 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 что это какой-то огненный дождь ничего себе а ну-ка они просто сами по себе гореть начинают вокруг все вообще нормально о карма погнали 384 опа чуть не протонулся а ты какого уровня 50 сейчас вот убью потом будут говорить что блин паучий зачем-то убил он супер крутой ну блин зачем нужен 50 чем не с ним делать мы найдем еще о чего все тут бегаете за мной ну-ка 65 я бью шляпнику а смотрите у меня достать не может подо мной разбился камень а я-то вниз еще не упал недостаточно выносливости но она довольно быстро легенится хотя я вишу в воздухе вот это бред вообще смотрите что происходит да ладно продолжаем как убить шляпника не потеряв ни одной единички здоровья потом лайфхак льва пока что паркуем не вижу смысла ему отдавать вот эту вот нашу фишку на увеличение урона ауру потому что у него урон небольшой просто-напросто пока что этого урона заслуживает только медведь а кстати где он я ему бросил до бедолагу вернем его и отдадим медведю вот так плюс 15 процентов это будет в районе трех с чем-то тысяч не урон не нам давайте убьем трицератопса мне есть кем ягоды собирать тем более что он не 150 3400 вообще нормально я доволен этот медведь он реально убийца боссов будет на данный момент у меня сейчас боец номер один вот чего уж я не ожидал пришло время раздать имена спинозавр получил имя рубин она ему подходит реально подходит довольно много было имен для бобров но больше всего просили назвать их чип и дейл я так и назвал жука теперь зовут камаз ну вот реально камаз у него уже 6143 весом может переносить это вообще грузовик и кто-то один написал четыре имя для скоробеев не знаю может быть это для большого жука но мне показалось что это сразу для четырех жучков скоробейка скоробейчик скоробейушка и жук ну и больше никто им имена не давал по моему ну либо я не увидел и я решил так и назвать а на этом друзья я закончу серию я надеюсь вам понравилось всем спасибо за просмотр всем пока